Многие думают, что муки родов выпали только на женскую долю. Так ли это? Устраивайтесь поудобнее, об этом прямо сейчас. И да, подпишитесь на канал и обязательно поделитесь этим видео с друзьями. У людей, долгожителей по меркам животного мира, беременность длится целых 9 месяцев. Но оказывается, среди зверей немало есть видов, гораздо дольше вынашивающих потомство. Верблюды рождаются после 13 месяцев беременности. Зато после такого долгого пребывания в утроме матери, верблюжонок готов на своих ногах путешествовать с ней уже через пару часов. Почти так же долго длится беременность и у лошадей – 11 месяцев. Жеребенок, едва почувствовав возможность, покидает сревом матери стремительно, в какие-то полчаса-час. Самка жирафа так же разрешается от бремени быстро. По их внешней неторопливости и не скажешь, что такое возможно. Хотя сама беременность у них действительно не быстрая – 14-15 месяцев. Но главная особенность жирафьев родов в том, что рожает мама жирафа стоя. Новорожденный падает с высоты иногда больше 2 метров. Учитывая, что рост при рождении составляет как раз те самые 2 метра, то падая, он пытается сразу встать на ноги. Поэтому большинство разрешений происходит вполне благополучно. Через 6-8 часов жирафчик уже бегает, как взрослый. У самого крупного наземного векопитающего, а мы говорим о слоне, конечно, и срок беременности огромный – почти 2 года. Точнее, около 22 месяцев. Да и рожают слонихи довольно редко – один раз в 4-5 лет. И, конечно, такой ценный дар охраняет от опасности все стадо. Рекорд же в длительности вынашивания потомства принадлежит вовсе не слонам и совсем не великанам, а самке-броненосце. Не устаешь удивляться мудрости и чудесам природы. Когда самка испытывает тревогу или даже предчувствие какого-то непорядка, кневустройства, недостаток питания, например, то беременность может временно замереть и родиться малыш-броненосец только через 2 года после зачатия. Примерно так же, в зависимости от сезона, ведут себя и барсучихи. Их беременность длится от 9 до 15 месяцев. Мало того, что внешность броненосцев весьма запоминающейся и того, что они научились регулировать сроки вынашивания, так есть еще кое-что странное. Если впервые однажды самка принесла девочку, то всю жизнь у нее будут рождаться исключительно девчонки – кенгуру. Здесь нас тоже ждет интересный сюрприз. Беременность самок-кенгуру продолжается всего месяц с небольшим, а кенгуренок рождается совсем крохотным, с наперсток. Незрелый детеныш, слепой, даже не до конца сформированный, полупрозрачный. Самка вылизывает ему дорожку по шерсти. И его задача – сразу после рождения самостоятельно доползти до сумки на животе у мамы, найти по каким-то одним ему ведомым координатам сосок и вцепиться в него. А уж там и система кондиционирования, и защита от всех опасностей, ну и молочко, конечно. Затем примерно 7 месяцев кенгуренок находится в сумке. Причем первые 2-3 практически ее не покидает. Кстати, мама кенгуру сама решает, сокращая определенные мышцы, когда приоткрыть сумку, а когда плотно ее запереть. Самыми тяжелыми и даже жестокими нужно назвать роды гиен. Мочи половой канал достаточно узок при большой длине, поэтому первенец всегда ценой своей собственной жизни обеспечивает успешное разрешение для своих последующих собратьев и сестер. Сам при этом неизбежно погибает. Довольно часто гибнет и сама мать, так и не увидев своего нерожденного потомства. Можно сказать, что в среднем в родах гибнет больше половины выводка. Именно такую цену назначил гиеном создатель ради продолжения своего, стоящей репутацией рода. Жабы Суринама не хотят быть сначала головастиками и рождаются как полностью сформированные жабы. Новорожденные лягушата попадают в мир из дыр на спине их мамы. Сначала самка с жабой откладывает яйца, затем жаба-самец оплодотворяет их и кладет все на спину самки. Постепенно кожа растет и стягивается над яйцами, защищая их, пока те не вылупятся. Примерно через 7 дней жабы-дети извиваются из дыр в защитной коже. Самку серого зайца природа особенно приспособила. Дала возможность перейти к следующей течке еще до того, как родились в последний раз уже зачатые. Иногда бывает даже так, что в одной части матки находятся почти спелые плоды, а в другой только-только начинают развиваться следующие эмбрионы. Таким образом, зайцы умудряются иметь 2-3 помета в год. Ну а на победу в номинации самой необычной роды по праву претендуют, правда, уже среди рыб, морские коньки. Это одно из древнейших существ на Земле. Живет более 13 миллионов лет и насчитывает более 300 видов. У них вынашивают потомство и рожают папы. Для размножения самка морского конька оставляет яйца с выводком в мешочке самца, где они и оплодотворяются. Иногда вместо этого яйца прикрепляются к хвосту самца. Примерно через 20 дней тот рожает более тысячи крошечных морских коньков. На этом все. Буду рад вашей подписке и искренним лайкам. Всего вам хорошего. Увидимся.